Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами поговорим о Диабл 3 и затронем тему порталов дерзаний. Потому что сегодня, наконец-таки, развеялась легенда о процессе их генерирования или же создания. Очень многие игроки этот контент считают бесполезным, но не всегда есть одно исключение. Это день старта сезонного похода, потому что когда мы этот портал дерзаний закрываем в день старта, мы получаем коробку со всеми ресурсами. Ну а эти ресурсы могут нам на старте сезона очень хорошо помочь. Очень хорошо. И не все, но многие оставшиеся порталы дерзаний просто игнорируют. Но все-таки имеются люди, ну и я в том числе, которые эти порталы дерзаний каждую неделю проходят. Так вот, по поводу них ходило два слуха. Существовало две легенды. Так вот, первая легенда гласила о том, что билд на текущую неделю порталов дерзаний генерируется на основе какого-то живого игрока, которого берут с ладерной таблицы. Ну, честно говоря, я в эту теорию совсем-совсем не верил. Потому что на некоторые билды прям-таки смотреть очень-очень страшно. Да, допустим, когда какой-то парагон 50-й, можно согласиться. Потому что, допустим, это старт сезона, и не у каждого игрока найдутся какие-то нужные предметы. Но в любом случае, согласитесь, ни один игрок не будет вставлять камень дарствежателя в бижутерию, когда он бежит в великий портал. Или использовать в билде камень на следе основ, когда вы используете какой-то определенный полноценный сет. Согласитесь, это тоже глупо. Ладно, это 50-й уровень парагона. Бывает такое, что от некоторых сборок кожа встает дыбом. Когда у них уже парагон тысячный с плюсом, то есть, по идее, игрок уже имеет какой-то опыт. А там, что предметы, что умения, что камни, просто противоречат самому билду, самому геймплею. Ну, за тысячу парагонов с плюсом уже можно, допустим, посмотреть в ладдер, кто как играет. Более того, существуют такие порталы и существовали, которые вообще ставятся под сомнение, проходит ли игрок этот портал. Небольшая историческая справка. Был один портал, где был чародей, который использовал сет Тайны Выра. И при этом, это была чародейка Электричка. То есть, этот персонаж, который убивал противников за счет пассивки Паралич и Кольца Мональда. А это, дорогие друзья, обозначает, что этот урон не фиксированный. Урон чародейка наносит тогда и только тогда, когда прокает эта пассивка Паралич. А у нее есть шанс. Так вот, таким геймплеем мы должны были закрывать портал Дерзаний. Другими словами, это обозначает, что если идет два одинаковых игрока. И они, допустим, в одну и ту же минуту времени видят противника. Один начинает атаковать, и второй начинает атаковать параллельно. То одному игроку может повезти, он моментально противника уничтожит. Потому что эта пассивка Паралич запустится. А второй может колупать его, колупать и колупать. Потому что ему, к сожалению, не так повезло. И вот этот момент, он полностью противоречит системе Парал Дерзаний. Почему? Потому что Парал Дерзаний должен быть статичным. А тут, если человеку не повезло с пассивкой, то он и не убьет, и как минимум будет терять время. Еще был один Парал Дерзаний. Это было, по-моему, пару сезонов назад, когда мы вообще дамажили исключительно тематикой сезонов. Напоминаю, с чем эта тематика была связана. Как только мы активируем пилоны, то запускаются наши теневые копии. И вот именно эти теневые копии наносят урон. Такой какой-то из номеров Парал Дерзаний проносила исключительно тематика. От игроков, точнее от наших героев, урона было 0. 0. 0 урона и 0 защиты. Так вот, дорогие друзья, буквально вот на этой неделе стартовала новая ротация в Парал Дерзаний. У нас на европейских серверах это был Монах, точнее есть Монах. И тоже Монах существовал на консольных версиях Диабл 3. Так вот, как только игроки не пробовали проходить этот Парал Дерзаний, как только они видели противников, это гарантированный ваншот. Урона 0, выживаемости 0. Портал не проходится от слова вообще. И вот буквально пару часов назад компания Blizzard опубликовала блюпост, где она сообщает, что Парал Дерзаний пэт корректировали. И на этот раз игроки его проходят с легкостью. То есть закрывают, получают коробку, а дальше его бегают только те, кому интересен этот соревновательный режим. Так вот, в этом, дорогие друзья, кроется и вторая легенда, в которую я верю больше всего. И в принципе она такой и является. То, что Парал Дерзаний исключительно генерируется рандомно компьютером. И-и, как хотите, называйте. Потому что любой игрок, который хоть как-то, хоть когда-то играл в Диабл 3, таких сборок, какие показаны были в некоторых Парал Дерзаний, просто не соберет. А если даже соберет, а это обозначает, что опыта игры у него вообще практически нет, такие Парал Дерзаний, которые выдвигались в некоторые моменты, он вообще не закроет. А тем более в те рамки, которые нам предлагала компания Blizzard. Когда закрывается портал в отстойной сборке, что экипировка, что билд, и ставится, допустим, 4,5 минуты, то новичок никогда такой Парал Дерзаний не закроет. А если закроет, то да, с теми результатами, которые бывают иногда в ладерной таблице. Бегают и по 30 минут, и по 35. Это уже о чем-то говорит. Поэтому, дорогие друзья, абсолютно все Парал Дерзаний генерируются рандомно компьютером, который, как показывает практика, иногда дает сбой, где выставляются некорректные сборки, а самое главное, некорректное время на закрытие Парал. Вот такие вот, дорогие друзья, новости, рассуждения, факты. Ну и на этом моменте ролик буду заканчивать. Что вы вообще думаете о этом контенте, как Парал Дерзаний, пишите в комментариях под видео. Нравится он вам, не нравится, бегаете ли вы его постоянно, или только в день старта сезона, будет интересно любое ваше мнение. А я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте, ну и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!